На Украине новый президент. Прежний потерпел сокрушительное поражение. И теперь весь мир гадает, каким слугой народа будет Владимир Зеленский. Справится ли он с реалиями президентской службы? Какой будет его политика в отношении Донецка и Донбасса? Как и в чью пользу он решит проблему Запад-Восток для своей страны? Словом, вопросов много и интерес к господину Зеленскому вполне обоснован. Тем более для нас, соседей. Вы смотрите Полюс, где мы с вами на одной стороне. Здравствуйте! И мне приятно представить вам состав сегодняшней программы. Это люди, которые уже говорили на тему президентских выборов в Украине. Некоторые из них даже выиграли бутылку коньяка. Правда, господин Западинский? Правда. У господина Демидецкого было такое дело, потому что господин Западинский заявил о том, что выиграет господин Зеленский. Так оно, собственно, случилось. Я вас поздравляю. Спасибо большое. И эти люди это журналисты, представляющие свои издания. Игорь Волницкий, портал Трибуна. Здравствуйте! Илья Киселев представляет Голос, тоже портал. И коммерсант Инфо Роберт Западинский. Здравствуйте! Добрый день! Ну, я вот слушала, что скажет господин Порошенко. Сразу после того, когда стало известно, что побеждает господин Зеленский. Еще раз, конечно, отдала дань их экзит-полом. Не могу не завидовать здесь. И господин Порошенко все время говорил одну и ту же фразу. Состоялось торжество демократии. То, что произошло, это победа демократии. Вот вы с ним согласны, господин Волницкий? Да, согласен, потому что, хотя можно было, конечно, ожидать победу господина Зеленского, но все-таки многие думали, что сыграет на последней стометровке определенную роль и та политика, которую проводил последние годы господин Порошенко. Возможно, будут задействованы какие-то админиресурсы, которые были подконтрольны господину Порошенко. Возможно, кое-какие медийные ресурсы будут задействованы. И мы видели, я думаю, что, например, совсем не случайно, что на последней стометровке этих выборов появилась информация о том, что на господину Коломойского заведено дело ФБР. Поэтому можно было ожидать все, что угодно, в том числе и некоторые шаги в сторону от того, что принято считать демократическими нормами. И, кстати, эти опасения существуют до сих пор. Я смотрел, есть некоторые высказывания, конечно, они не исходят от господина Порошенко или от людей, близких к нему, но есть какая-то шутка, что-то вроде этого. Посмотрите, в Молдавии же тоже были какие-то выборы, их тоже кто-то выиграл. Но, знаете ли, дошло до того, что их результаты не были признаны. То есть разные шутки. Вот когда мы увидим, что господин Зеленский вступил в силу, вступил в исполнение своего мандата, тогда можно будет сказать, я не знаю в полной мере, что вас торжествовала демократия. Спасибо. Господин Зеленский, кто пристально следил за этими выборами, так это были россияне. По вполне понятной причине. Вот они как раз не считают, что это было торжество демократии по той простой причине, что их наблюдатели не были допущены, даже составил БСЕ. Украинцы, которые проживали на территории, проживают на территории Российской Федерации, голосовать не могли. Но были, конечно, еще у них претензии. Но вот со всех этих позиций вы считаете эти выборы были свободными и демократичными? Я считаю, что выборы были свободными и демократичными. По той простой причине, что мы на сегодняшний минут, на сегодняшний час видим мирную передачу власти. То есть были попытки, и в конечном итоге та попытка, о которой сказал мой коллега, что по всей минуте появилось уголовное дело против Зелинского, она в конечном итоге суд эти обвинения отмел, а команда президента постаралась остаться в стороне от этого дела, чтобы не подумали, что это исходит от них. То, что внимательно следили в России, я должен вам сказать, что очень внимательно следили и в Молдавии. У нас Украина самый близкий сосед по мере проживания, совместного проживания. У нас есть интересы, мы постоянно находимся в этих интересах, и мы из них выйти не можем. И поэтому, когда меня пригласили на эту передачу, я подумал, что в конечном итоге это правильно, потому что, как говорят из пословицы, что хороший сосед это больше, чем родственник. И в данном случае, конечно, я очень надеюсь, что у нас будут добрые отношения останутся. Знаю, что они будут выстраиваться совершенно по-новому. Вот как? Да, по той простой причине, что курс, который провозгласил сразу после оглашения первичных итогов выборов господин Зелинский, это прямое народовластие. То есть, он говорит, что он ни один шаг в ту или иную сторону не сделает, пока не посоветуется с народом. Будь это вступление в НАТО, будь это какие-то другие концептуальные. И я вам скажу, что если раньше наши взаимоотношения были добрыми, потому что существовали личные контакты между теми, кто руководит Молдовой, и Порошенко, потому что здесь Порошенко многие годы знали, он не раз приезжал в Кишинев, встречался с нашими политиками. И бизнес у него здесь достаточно. И бизнес у него здесь, и интересы есть. То сегодня, я думаю, самая главная забота нашего МИДа как-то стремительно наводит отношения с новой командой. Почему? Потому что в некоторых заявлениях господина Зелинского прозвучали и такие нотки, что они будут стремиться вернуть исторические земли. И если говорить откровенно, у нас может возникнуть конфликт интересов, потому что до недавнего времени Приднестровье входило в состав Украины. И мы не знаем, как будут развиваться события в этом направлении. Если до последнего времени Украина как-то индифферентно относилась к самому переговорному процессу, к Приднестровскому вопросу, я это знаю и по смене контрольной комиссии, которая осуществляет контроль и так далее, то сегодня мы будем с нетерпением ждать, какая команда появится, кто будет отвечать за эти вопросы. И я думаю, что нам нужно очень хорошо подумать, как мы будем выстраивать отношения с этой командой. Илья, вы тоже, конечно, скажете по поводу демократии, но я предлагаю нашу дискуссию уже развить. Вот господин Западенский дает какие-то характеристики господину Зеленскому. Мне кажется, что очень правильную характеристику дал господин Порошенко. Он прям так и назвал, сказал, вы кот в мешке. Если помните, на тех самых знаменитых дебатах, которые состоялись на стадионе Олимпийский, он так ему и сказал, это я к чему сейчас говорю, что политик не системный, совершенно непонятно, как он будет управлять такой страной. И, естественно, люди не очень хорошо понимают, чего нам в этой связи стоит от него ожидать. Господин Киселев, вы чего ожидаете? Чего я ожидаю? Ну, я думаю, что, во-первых, я думаю, что, поскольку Украина не является чисто президентской республикой и большую роль там играет Верховная Рада, то во многом ту политику, которую будет проводить новый президент, будет определять то, как пройдут выборы в Верховную Раду в следующем году. И в этом плане, мне кажется, именно на эти выборы стоит обратить больше внимания. Потому что, если мы посмотрим, даже уже бывший, фактически, президент Петр Порошенко вынужден был в определенных вопросах искать компромисс с депутатами Верховной Рады. Именно это и будет определяющим фактором в том, какую политику будет проводить новый президент. Ну, кроме этого, что-то более определенное, я соглашусь с определением Котмешке, что-то более определенное, можно будет сказать, когда новый президент будет доставать из этого мешка своих новых помощников-назначенцев и расставлять их по должностям. То, что предстоит большая чистка, я думаю, никто не сомневается, это очевидно, потому что, скажем так, к власти на Украине, на мой взгляд, приходит просто другой клан, который будет ставить везде своих людей, взамен тех, которые были поставлены Порошенко. Мы поговорим об этом клане, здесь очевидно совершенно, что вы имеете в виду господина Коломойского. Да, но я хочу поинтересоваться у вас по поводу вот какого утверждения. Понимаете, когда предвыборная кампания начиналась, мало кто верил в то, что господин Зеленский победит еще с таким результатом. Если бы кто-то сказал, то, наверное, вначале просто люди бы не поверили. Может быть, эту победу стоит рассматривать не как победу Зеленского, а проигрыш Порошенко? Совершенно правильно. Здесь речь идет о так называемом протестном электорате. Протестный электорат просто устал. И в соседней стране, кстати, протестный электорат достаточно, ну не в такой же мере, но он существует и в Молдове, он и в любой стране существует. Протестный электорат всегда ориентируется на кого-то, кто, по их мнению, может. Я не побоюсь этого слова, отомстить за них, потому что они чувствуют себя либо обиженными, либо оскорбленными, либо оставлены вне политических процессов. Этот протестный электорат, он может варьировать от случая к случаю, он может варьировать от 10 до 60-70%. Это очень легко, если учитывать те события, которые произошли последние годы на Украине. Можно, конечно, считать, что это и вотом протеста против того, что произошло с территориальной целостностью в Украине. Можно сказать, что это вотом протеста и против курса внешней политики. Можно сказать, что это вотом протеста против того, как администрировалась госсобственность, потому что там были очень много вопросов. И вот, когда слились все эти сегменты протестного электората, они и образовали этот большой, большой, я не знаю, сегмент протестного электората, который оказался мажоритарным в данном случае. Я далек от мысли, что да, господин Зеленский, конечно, он достаточно известная личность, он талантливый комик, он талантливый актер, но этого было бы недостаточно, чтобы выиграть выборы, если бы не было такого большого протестного электората в соседней стране. Спасибо. Вы как полагаете? Справедливо это утверждение или нет, господин Западинский? Да, его утверждение справедливо. Я должен сказать, что, продолжив эту тему, могу сказать, что я не очень надеюсь, что выбор в Раду изменит ситуацию на Украине. В конечном итоге тот же протестный электорат сделает все, чтобы в конечном итоге как можно больше депутатов попали те, которые в какой-то степени исповедуют те идеалы, которых провозгласил президент. И я думаю, что произойдет усиление президентской власти. У меня такое впечатление, что и Запад, и Восток хотели бы, чтобы Украина оставила в покое геополитические проекты и занялась в конечном итоге наведением порядка у себя в стране. Почему это нужно? Я хотел бы напомнить историю. Гражданская война, о которой мы так много знаем, о которой мы чаще всего забываем, ее истоки берут начало на Украине. И если на Украине начнется брожение масс, то это брожение масс в конечном итоге может перекинуться и в Россию, и в Румынию, и в Молдову. Поэтому наша озабоченность, кто пришел в Россию, и в Европу. В конечном итоге, я понимаю нашу озабоченность, почему мы внимательно следим за выборами на Украине. А если еще учесть, что в наследство господину Зеленскому достались в корне испорченные отношения с Венгрией, холодные отношения с Румынией, то можете себе представить и тревожная граница с Приднестровьем, хоть там она и небольшая, 140 километров, кажется, если мне память не изменяет. Но в том случае у них она вызывает какую-то тревогу. Поэтому думаю, что весь вопрос в данном случае все-таки будет направлен на то, чтобы снять напряженность в украинском обществе. То есть получается, что люди протестно голосовали как раз против того, с вашей точки зрения, внешняя политика, вы ставите ее на первый уровень? Нет, я ставлю в первую очередь экономику и внутреннюю политику. И поэтому я считаю, что они должны заняться внутренними делами для того, чтобы к ним пришли настоящие инвесторы, чтобы в конечном итоге... Посмотрите, сколько украинцев сегодня работают в России, сколько их работает в Польше. У них та же проблема, что и у нас. Вернуть людей, и их страна все-таки когда-то входила в одно из развитых стран Европы, имела свое и автомобилестроение, и авиастроение, и так далее. Она, по сути дела, сегодня многие свои позиции в экономике потеряла. И поэтому я думаю, что быстрее всего и Запад, и Восток будут делать все возможное, чтобы господин Зеленский занялся внутренними проблемами у себя в стране. Чтобы в конечном итоге не создавать еще один очаг напряженности в центре Европы. Ну это понятно, но придется решать еще и какие-то внешние проблемы, которые требуют прям своего решения. Неспроста о минских договоренностях сразу начали спрашивать господина Зеленского. Вот он буквально только-только вышел к трибуне, его сразу спросили, он тут же сказал, что я их приверженец. Например, многих это действительно порадовало. То есть это говорит о том, что исполнение. И того, и другого, как его. И я думаю, что его поездка накануне второго тура избирательной кампании во Францию, и его встреча с президентом Франции, я думаю, что кое-какие акценты, именно европейские, были расставлены в тот раз во время его визита в Париж. Ну смотрите как, господина Зеленского поздравили очень многие лидеры с выигрышем, руководители европейских структур, и Туск там поздравил, я видела новости, Юнкер поздравил, Йоханнес Хан поздравил, ну понятное дело, Дональд Трамп, там уже лидеры, Господин Путин воздержался. Господин Песков объяснил эту ситуацию так, что ждем окончания объявления, значит, да, 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 результатов этих выборов, то есть мы торопиться не будем. И многие, знаете, о чем говорят, как россияне признают, не признают, тут ведь тоже такие раздаются голоса, как поступят, не знаю. Илья, вам слово вот в отношении господина Зеленского. Я думаю, что господину Зеленскому не позавидуешь, я бы, по крайней мере, не позавидовал, потому что перед ним стоит столько проблем, которые нужно. Если этот человек действительно пришел на пост президента для того, чтобы их решать, то ему можно только посочувствовать и пожелать успеха, потому что ужасающее положение в экономике Украины, огромные цены на коммунальные платежи. Сам факт, что такая страна, Северный поток, Северный поток, Лишение, угроза потери транзита, которая оставит Украину без ежегодной огромной дотации за транзит. Сам факт, в конце концов, что Украина закупает уголь, это говорит о том, что ситуация просто аховая. Поэтому я не знаю, как господин Зеленский будет это решать. На мой взгляд, все-таки решение этих экономических проблем лежит через внешнеполитическую активность. И в первую очередь, я думаю, что только нормализация отношений, в первую очередь, с Россией, позволит Украине выйти из этого положения или хоть как-то продержаться. А он будет стремиться нормализовать отношения с Россией? Если да, то как? Это очень сложный вопрос, потому что его предшественник, господин Порошенко, сделал все, чтобы максимально не то, что испортить, а просто изгадить эти отношения. И та антироссийская истерия, которая нагнеталась все эти годы в украинском обществе, она, безусловно, будет очень мешать новому президенту, потому что, ну, как-никак, все это действует на умы людей, на умы граждан. И, безусловно, ему предстоит огромная работа не только в плане экономики и внешнеполитических отношений, но и для того, чтобы объяснить людям, которые его выбрали, почему он поступает именно так. Я думаю, что это будет достаточно сложно ему. Ну, если ему удастся... Главное уже понять как-то, как он будет поступать, потому что совершенно понятно, что для решения проблем, вот я говорила, Донецка, Донбасса, необходимо как-то вести эти переговоры. С другой стороны, что мы знаем о господине Зеленском? Он себя позиционировал как сторонник сближения с Европой и сторонник НАТО. Ведь так? То есть, получается, как-то вот эта преемственность, она сохранится? Несна Волницкий. Трудно сказать. Кстати, на данном этапе можно утверждать с уверенностью только то, что господину Зеленскому придется пройти в ускоренном режиме курс становления политика. Потому что время, когда ему можно было не быть политиком, оно уже прошло. С объявлением итогов выборов все. Он просто обязан стать политиком. Хороший вопрос. Что значит стать политиком? Вы знаете, во-первых, надо ему вникнуть во все вопросы, чтобы понять самые важные вопросы, проблемы, с которыми сталкивается страна. И в первую очередь, для того, чтобы это понять, ему нужно избрать себе такое окружение, которое бы помогло за очень короткий период стать политиком. Если, например, всем известно, что любого политика большого ранга делает его окружение. Ну да, короля играет свитер. Да, да, да. Потому что окружение — это те люди, которые фактически они принимают решения за первого лица и просто ставят его перед выбором. Вот мы провели такой-такой анализ, вот что показывает наш анализ. И политик только объявляет об этих решениях. Зачастую он 80% из 100, даже больше 80%, он доверяет окружению и объявляет именно те решения, если это не очень сильный политик. Только сильные-сильные политики сами принимают решения, но все равно они оставляют какую-то долю для того, чтобы проконсультироваться, если не с окружением, то с теми, кому доверяют. Вот господин Зеленский, если сейчас изберет себе такое окружение, которое будет действовать в том числе и во имя его интересов, а не только личных интересов, в том, что может оказаться, что он станет заложником своего окружения, если это окружение будет, например, кем-то, я не знаю, кем-то поставлено в этих должностях вокруг него. Внедрено. Внедрено, да, скажем так. Поэтому все зависит от того, если он поймет, что ему может быть зарезервирована роль шута в дальнейшем. Просто оставить его там, чтобы он делал какие-то заявления, а дела делались бы вокруг него. Вот смотрите, господин Зеленский говорит, что все будет по-другому, потому что он провозгласил лозунг народовластия, вы сказали. Да, прямого народовластия. Да, прямого. Я это внимательно послушала, и вот на этих словах я улыбнулась. Потому что, во-первых, у меня нет гарантии, что он понимает сам термин народовластия, так как понимают это политологи, те люди, которые непосредственно имеют с этим дело. А второе, что для того, чтобы стать политиком, надо прочитать книгу Макиавеля «Государь». «Государь», мне кажется. И тогда можно понять и роль окружения, и научиться делать заявления, которые, знаете, как-то вот вроде и так можно понять, и вроде как и по-другому. А еще уметь хитрить, а еще уметь лгать, а еще уметь очень искренне при этом обращаться к народу так, чтобы тебе верила последняя бабушка, а при этом просто… Ну, это он умеет. Это он умеет, да? Уже я пока не берусь. Господин Западенский, с чего вы взяли, что вот это народовластье прям вот так вот зацепило господина Зеленского? Я начну немножко с другого, с того, с чего начали вы. Вы знаете, когда очередной раз в Молдавии мы избрали президента, я не буду называть его. Первый подарок, я его дознаю много лет, который я ему сделал, я ему подарил книгу Макеавелли, господин. Государь. Государь. Сколько, когда бы я не пришел в кабинет, эта книга лежала у него на столе, подарочное издание и так далее. Но мне создалось впечатление, что эту книгу, 4 года находясь в руководстве Республики Молдова, он ни разу ее думал и не открыл, и не прочитал. Я догадалась, как в президенте эти речи. Я к чему веду разговор? Почему я считаю, что многие из того, о чем говорил Зеленский, осуществлятся? Я не думаю, что сыграв роль в фильме «Слуга народа» и создав партию с таким же названием, он подумал, что он так вот легко просто придет и так далее. Он очень серьезный бизнесмен. Я почему, когда мы начинали программу, сказал, обязательно посмотрите, это не закрытая информация. Есть такое досье ТАСС. Откройте досье ТАСС на Зеленского и вы прочитаете, кто он, что он, откуда он пришел и так далее. Я отдал 15 лет системе ТАСС, и я знаю, как эти досье создавались, потому что у нас аналогичные досье были в свое время созданы и в АТЭМе. Ну, пришла новая власть и решила от них избавиться. Посчитала, что это какие-то ненужные вещи. Хотя, если посмотреть преемственность, вы тогда понимаете, откуда пришел, как вы сказали, кот Мишкер. Это не я, это Порошенко. Да, Порошенко. Ну, мы повторили его фразу. Я хотел сказать о другом. В любом случае, принимая такое концептуальное решение в своей жизни, я думаю, он хорошенько подумал, прежде чем решился пойти на выборы президента. Это раз. И второе. Я думаю, что в конечном итоге, рядом с ним, мы в ближайшее время увидим очень интересных людей. Интересных и в плане, может быть, и положительного, и в плане отрицательного, но эти люди обязательно появятся. Почему? Потому что сегодня Порошенко, по сути дела, ой, не Порошенко, а Зелинский, по сути дела, дал импульс всему политическому классу Украины. Мы будем наблюдать продолжение этой истории, будем наблюдать во время избирательной кампании в Раду. Почему он избрал народов власти? Я думаю, что в этот термин хорошо вник по одной простой причине. Потому что, не имея опыта управления такой огромной стороной, он не может взять на себя сегодня обязательства, что то, что он решил, это обязательно осуществится, и это панацея всех бед. Для того, чтобы себя застраховать, в любом случае, он будет, как вы говорите, советом с народом. Вы знаете, у нас был один премьер-министр, он тоже, когда пришел к власти, вот он залыбался, он уже понял, о ком я говорю, он тоже заявил о том, что он хочет создать совет с народом. Совет с народом собрался два раза. Я в обоих этих советах принимал участие, и мне хотелось действительно кое-что изменить в нашем медиапространстве, чтобы действительно были у нас независимые СМИ, чтобы была свобода слова. Все бумаги ему передал, сколько он находился, он ни разу к ним больше не вернулся. И совет перестал существовать, как таковой. Ну вот видите, да, какой пример вы привели? Да, если он захочет, нет, я удачный привел пример. Если он действительно поставил перед собой вот такие грандиозные планы, то он без этого совета просто не сможет быть. Потому что ему в любом случае, что он сейчас заявил по поводу НАТО? Что первое, что он сделает, он приведет референдум. Нужно им вступать в НАТО или не нужно? Он уже заявил о том, что референдум будет. Посмотрите его заявление сразу после оглашения предварительных итогов избирательной кампании. А если ему представители НАТО скажут, господин Зеленский, зачем вы будете проводить референдум? Вы же прекрасно понимаете, что в НАТО мы вас принимать не готовы. Вы поставите в неловкую ситуацию и нас, и себя. Может быть, время еще как бы не настало. Давайте мы попытаемся как-то с вами сотрудничать, но не путем таких вещей. Нет, Людмила, я думаю, что такого разговора не будет. Да? Да, знаете почему? Почему? Потому что и НАТО, и Евросоюз, когда принимаются вот такие вот концептуальные решения, они обязательно опираются на итоги референдума. Если вы помните, когда Чехословакия принимала решение о вступлении в Евросоюз, как все переживали там за несколько процентов, чтобы выйти на тот положительный результат, который им нужен. Им тоже нужно. Другое дело, я не думаю, что НАТО будет сидеть с лжа руки. Она развернет свою пропагандистскую программу, она будет доказывать, что НАТО обязательно нужно, что нужно, как и у нас в Молдове, там очищать склады с каких-то, как называется, удобрений и так далее. Все будет и так просто. Я думаю, сначала господину Зеленскому надо будет найти общий язык все-таки с Венгрией, потому что Венгрия вполне может выступить против и заблокировать подобные попытки. Ну, мы знаем еще условия, какие выставляются для стран, которые собираются в НАТО. Там и огромное финансирование, и другая готовность. Главное отсутствие территориального конфликта. Кстати, то есть, а у них это, у них просто, им откровенно говорили не раз, что для вас членство в НАТО это вопрос очень многих лет. Но политическая целесообразность, возможно, я не знаю, как пока прокомментировать ваше утверждение, у меня немножко все-таки другое мнение. Давайте Илье предоставим слово. Ну, я думаю, что, скажем так, вот был сериал «Слуга народов», благодаря которому господин Зеленский набрал такой рейтинг, стал таким популярным и в результате стал президентом. Мне кажется, сейчас этот сериал немножко меняет формат и будет идти в формате реалити-шоу. Но давайте не будем забывать, что у каждого сериала, у каждого реалити-шоу, кроме актеров, которые в нем играют главные роли, есть сценаристы, есть продюсеры. Поэтому нельзя говорить, что только один господин Зеленский будет все это определять. Ну, например, когда он на дебаты на телевизионном канале, он представил свою команду, и вот когда посмотрели эксперты, пока вот кого они там увидели, то это как-то не произвело на них сумасшедшего впечатления. То есть они ожидали, очевидно, людей более подготовленных. Но пока что есть, то есть. Ну, не всегда члены предвыборного штаба потом занимают в дальнейшем какие-то ключевые должности. Соглашусь, не всегда. Кстати, не слышала. Уже Саакашвили как-то прокомментировал свое счастье, что он может вернуться или нет. Саакашвили уже купил билет и направил письмо в СБУ с просьбой разрешить ему въезд. Ну, слава богу, а то я волновалась. Теперь хочу поговорить по поводу отношений с Молдовой. Вот смотрите, поздравил президент Дадон, но я лично не прочла в сегодняшних лентах, что поздравил господин Филипп, господин Плохотнюк. То есть, что получается, что, как вы говорите, наш МИД должен начать. Вы же так говорили. А пока они как-то совсем не начинают это. Какими будут эти отношения? И будут ли вообще, может быть, поздравления? Как думаете? Здесь проблему надо рассматривать с двух точек зрения. С точки зрения личных отношений, с точки зрения протокола, если можно так выразиться, но с точки зрения личных отношений ни для кого не секрет, что между нынешней властью и, я не знаю, господином Порошенко, его командой было очень тесное сотрудничество. Некоторые говорили, что там даже есть кое-какие совместные бизнес-проекты, но я не берусь судить об этом, потому что я не знаю. Но факт остается фактом. Они в самом деле были в очень хороших отношениях. Видимо, это основываясь над тем, что господин Порошенко имел какое-то отношение к Молдове, видимо, где-то он повстречался с теми, кто руководит на данном этапе Молдовы. С этой точки зрения, если бы господин Филипп, или правящий в Молдове партии, отправил бы поздравление господину Зеленскому до оглашения официальных всех 100% обработанных бюллетеней или как там они называются, про чеси вербали, это выглядело бы по меньшей мере оскорбительно господину Порошенко. С этой точки зрения, конечно, правящую партию можно понять. С протокольной точки зрения, они тоже могут найти какие-то, я не знаю, аргументы, что типа есть глава государства, господин Зеленский, его визави, вот они пусть общаются между собой, это не дело премьер-министра. Но хотят они того или нет, у Молдовы и Украины есть очень много нерешенных проблем, которые они должны решить совместно. Если демократическая партия хотя бы еще на время останется у власти и господин Зеленский вступит в должность официально, где-то они должны будут вести такие переговоры, не только на уровне президентов. Посмотрим, как они преодолеют вот эти два момента с точки зрения протокола и с точки зрения личных связей, но какие-то решения придется принимать. Спасибо. Какие же решения придется принимать, скорее всего, господа? Я думаю, что контакты все равно будут налаживаться и на уровне президентов наших стран и на уровне правительств, потому что взаимодействие осуществляется на нескольких уровнях, но я думаю, что все-таки взаимодействие на уровне президентов, отношения на уровне президентов будут получше, чем на уровне правительств, по крайней мере до выборов в Верховную Раду. Там уже, я еще раз повторюсь, на мой взгляд, именно эти выборы в следующем году и определят фактически, как дальше, насколько господин Зеленский и его администрация будут свободны в своих действиях и в осуществлении своих планов в Украине. Вы знаете, я был свидетелем одной очень интересной истории. Когда господина Воронина избрали президентом, и он утром приехал с инаугурации к премьер-министру Брагишу, он сказал, Дмитрий Петрович, у нас большая проблема, у нас 500 сел остались без света. Брагиш его спросил, скажите, Владимир Николаевич, у вас Чубайс поздравил? Он говорит, да, поздравил. Он говорит, у меня есть личный телефон Чубайса, приватный. Я сейчас его наберу, вы его поблагодарите за поздравление и попросите о помощи. Это на моих глазах все было. Вечером была бригада уже из России, и к вечеру свет пришел в эти села. К чему я веду разговор? Я считаю, что незримая работа уже началась. Я не думаю, что у нас в МИДе сидят закостенелые люди, которые ждут команды подходить или не подходить. Они уже в этом направлении убеждены и работают. Потому что государство наше прекрасно понимает, что от взаимоотношений с Украиной очень многое у нас зависит и в области экономики, и масса других проблем. Начиная от проблем Днестра и кончая экономикой. Я так хочу думать. Я так хочу думать хорошо, что мы живем именно в таком государстве. Надеюсь, что я не ошибся. Я тоже хочу думать, что думают сейчас про обеспечение газом. Тоже так хочу думать. Вы прям не представляете, как. Но когда я вижу, что Северный поток-2 строится, а наши унгенские газопроводы это еще в состоянии нестояния, что, извините, начинаю понимать, что вообще никто этим вопросом не занимается. Как-то вот мне грустно становится. А вам? Я, во-первых, немножко знаю, что там происходит. Я думаю, что если они не построят, нас ждет то же самое, что ждало все это время, как пользовался газом Украина. Знаете, как пользовался газом? Были открыты на Западе подставные компании, которые заключали с Газпромом договора на поставку газа, а потом этот газ все равно всплывал на Украине. Все эти годы так и не пользуются. Поэтому, когда сейчас говорят о встретении Северного потока и о том, что через Украину больше газ не пойдет, я думаю, что Украина больше всего должна за это дело переживать. По той простой причине, что если вы увидели, Россия недавно приняла решение, ввела санкции против Украины на поставку в том числе и газа, и нефтепродуктов и так далее. Вот этот вопрос, думаю, очень остро стоит. И я считаю, и давно заметил, вы понимаете, политик, который идет на выборы, который хочет стать президентом, премьер-министром, это один человек. Но когда он садится за стол, ему кладут на стол бумаги, а там есть целая масса закрытых решений, постановлений, договоренностей, ему приходится на ходу перестраиваться. Поэтому я говорю, нам надо дождаться того момента, когда господин Зелинский примет присягу, станет президентом, его поздравят все, как положено по протоколу, откроют эти бумаги, вот тогда бы я хотел бы услышать слова не романтического юноши, а государственного деятеля. А я бы хотела услышать сейчас слова, которые говорят друг другу господин Коломойский и господин Зеленский. Я понимаю, что это из области фантастики, но тем не менее. Вот смотрите как. Многие сейчас уже начали тыкать в лицо, что называется, фигуры господина Коломойского и говорить господину Зеленскому, все хорошо, но ты не свободен. И все, о чем ты сейчас обещал, и как ты красиво говорил, и вот все, что ты, это все, в принципе, был период предвыборной кампании, потому что на самом деле ты будешь подчиняться тому, что скажет тебе 11 человек, это господин Коломойский. И как тест предлагают, это возврат того самого Пиватбанка. Мне интересно, увидите ли вы эту связь, и если да, то какова она? Я думаю, что господин Зеленский не будет афишировать свои отношения с господином Коломойским. Я думаю, что если господин Коломойский в самом деле его заботит, каким президентом для Украины будет господин Зеленский, он не будет выдвигать какие-то ему требования хотя бы на первом этапе. Возможно, потом это проявится. Очень важно, чтобы тот электоральный пузырь, который на данный момент является господин Зеленский, не сдулся в течение минимум года, потому что реальная власть находится в другом месте, не в президентуре Украины. Она находится в Верховной Раде. Если этот пузырь сдуется до того, как пройдут выборы в Верховную Раду, то я думаю, что и господин Коломойский не будет этому рад, потому что он потеряет реальные рычаги, которые он, возможно, будет иметь для того, чтобы, я не знаю, повлиять на состояние дел в Украине. Он же понимает, что господин Порошенко не уходит из политики, что его об этом заявил официально. Я ухожу из президентуры, но я не ухожу из политики. Он же понимает, господин Коломойский, что его это противостояние с господином Порошенко давно не закончено в день, когда объявили результаты выборов. То, что до выбора в Верховную Раду господин Порошенко будет работать, усиленно работать, в том числе, играя на каждой ошибке нового президента Украины. Потому что новый президент Украины до этого был в определенной зоне комфорта. Он мог заявить и обещать все, что угодно. Ему люди верили, потому что это был протестный электорат. Они даже если понимали, что это нереализуемо, они все равно верили ему или закрывали глаза. Вот сейчас он вступает в очень некомфортный для себя период, где каждый его шаг будет обсуждаться широко. На каждой его ошибке будут спекулировать. Если господин Коломойский хочет, я допускаю, допускаю, что у них есть какие-то отношения. И он, видимо, имеет какие-то свои цели. Но он должен учитывать, что некоторые цели нельзя их реализовать сейчас. А потом, если он это поймет, то, конечно, его присутствие хотя бы первый год президентства Зеленского не будет ощутимо. Спасибо. А вы как полагаете, господин Коломенский? Знаете, я имею возможность наблюдать политический процесс в нашей стране. Я могу сказать, что в политике нет долгой дружбы и нет долгой ненависти. Есть взаимоотношения, построенные на каких-то нюансах и на интересах. Поэтому я не думаю, что... Я полностью согласен с моим коллегой в том, что... Я не думаю, что Коломойский сейчас начнет какие-то выставлять требования и так далее. Он достаточно, я думаю, опытный олигарх. Он знает, как ему нужно построить. Вы знаете, в свое время один президент в Республике Молдова, тоже идя во власть, пообещал очень многим бизнесменам, что как только он придет, их вопросы закроются. Знаете, чем закончилось? Часть из них убежала, а часть закрыли. Поэтому вот эти все обещания политиков, я надеюсь, что к господину Зеленскому это не имеет никакого отношения. Будем надеяться, что это пришел новый политик, как сейчас его подает. Что это белый, пушистый, чистый, с чистого листа и так далее. Дай Бог, чтобы первые записи были у него положительные. Я хотел бы, чтобы на Украине был мир и покой. Еще раз говорю, что считаю, что от того, как там будет построена внутренняя политика и останется ли Украина, не будет, как говорится, введена во внутренний конфликт, очень многое зависит от того, насколько будет спокойно вообще во всем регионе в целом. Илья, вы по поводу Каламорского. Я тоже думаю, что господин Каламорский не будет злоупотреблять своими возможностями в общении с новым президентом, хотя бы потому, что... Да, хотя бы потому, что он не единственный человек, к которому господин Зеленский вынужден будет прислушиваться. Есть еще, например, американский посол в Киеве. Давайте вспомним совсем недавнее заявление американской стороны о том, что мы пришли на Украину надолго. Это такое заявление, которое четко указывает, что мы не собираемся ослаблять наше внимание. И даже если кого бы вы не выбрали, украинцы, все равно мы будем влиять на вашего президента и мы будем осуществлять ту политику, которую мы считаем нужной. Поэтому я думаю, что господин Каламорский не захочет ссориться с такой державой в лице американского посла в Киеве. Поэтому я считаю, что даже не он будет играть решающую роль в том влиянии, которое будет оказываться на нового президента. Что-то, мне кажется, вы недооцениваете реваншистские возможности господина Каламорского, но тем не менее это ваше право. Возможно, его влияние будет ограничиваться чисто экономическими моментами, которыми он вполне может удовлетвориться и оставит все остальное. Главное, чтобы не как у нас на банке претендовал, чисто экономически, потому что мы знаем, как это может закончиться, эти чисто экономические моменты. Теперь хочу отметить один такой момент. Я, знаете, когда смотрела вчера на поствыборную эту ситуацию, в одном моменте позавидовала. Это когда вышел господин Порошенко, и еще были экзит-колы, и, понимаете, он уже признал поражение. Вот я подумала себе, это же сколько лет должно пройти у нас в Молдове для того, чтобы человек, который понимает уже совершенно точно, что он проиграл, он не выходил перед камерами, не говорил, что все это минчуна. И это минчуна, и вообще все это выборы, понимаете, тоже минчуна. И вот это было для меня, наверное, каким-то откровением того, что вот так в стране соседской, что называется, может быть. У нас так пока быть не может. У нас господин Тимофти, когда выиграл из Миндадона, он даже не пришел на эту самую, на инаугурацию вообще. У нас так не принято. Единственный президент, который обеспечил преемственность, я вот видела, это Петр Кириллович Лучинский, когда принимал Владимира Николаевича. Это было очень красиво. Правда, вот видела, как встретил его около президентского дворца, повел в кабинет, всю команду представил. Ну, поверьте, прямо вот тогда казалось, что цивилизованные люди ошибались. Теперь по поводу политического будущего Порошенко. Во-первых, очень хочется узнать у вас, вы говорили, не помню, кто из вас двоих, о том, что будет смена команд, да, ну это понятное дело. То есть мне интересно, насколько жестко готов зайти господин Зеленский в своих политических целях, насколько он будет жесток с теми, с кем он, прямо-таки скажем, будет считать, что эти люди этого заслуживают. Посадки будут, если попросту говоря. Кто готов ответить на этот вопрос? Трудно сказать, потому что если, я думаю, что сейчас господин Зеленский находится в ситуации, в которой находился Владимир Воронин в 2001 году. Тогда, когда господин Воронин взял конституционное большинство в Молдове, он позволил себе пошутить. Ну, в одном окружении, где были несколько журналистов, он сказал, я очутился в состоянии того монаха, который бегал-бегал за монашкой, потом остановился и подумал, а догоню я ее, что я с ней буду делать? Он же монах, она монашка. Вы извините за такое. Я думаю, что в такой же ситуации, анигнатичной ситуации оказался господин Зеленский. Он сейчас пытается осознать и переходить от той ситуации, в которой он находился до дня выборов и после дня выборов. Конечно, во втором круге он допускал, что станет президентом, потому что все опросы это показывали. Но я думаю, что он сейчас задает себе вопрос, ну хорошо, взяли эту власть, а что я с ней буду делать дальше? Вот если он найдет ответ на этот вопрос... Ну как, народовластие будет советоваться с народом. Вот, например, господин Порошенко подумает, что вот эти поставки, на которых он нажился в армию, заслуживает ли это уголовного наказания, задумается господин Зеленский. И я думаю, прокуроры сядут и скажут, еще как задумывается. И таких вариантов может быть много-много-много-много. Будет этим увлекаться господин Зеленский? Народ может быть и крови требовать может? Я думаю, что каждый президент, когда приходит, первый день, когда приходит на свой пост, он должен понимать, что настанет день, когда он с этого поста уйдет. И с ним могут поступить точно так же, как он поступит со своим предшественником. Не знал, если это всегда играет. Ну это должно, по идее, играть свою роль. Я думаю, что... Вы спрашиваете, будут ли посадки? Какие-то, я думаю, будут. Потому что как-то показать народу, что он наказывает коррупционеров во власти, ему придется. Вопрос, насколько это будет масштабно и насколько принципиален будет подход в этом плане, это вот я не могу сказать. Не берете? А Порошенко бежать будет, как обещалось? Бежать он не будет. Так. Будет жить в Киеве и будет бороться за новую Украину, как он уже обещал. А по поводу... Старых дел. Старых дел. Значит, я думаю, что его привлечь к ответственности будет очень трудно по той простой причине, что ни одна компания, с тех пор, как он стал президентом, не находится под его. Она давно выдана под управление различным компаниям другим. Подготовился, слово. А они все подготовились. Все, кто идет во власть, они всегда к этому готовы. Поэтому я не говорю, что Порошенко исключение. Так же, думаю, как и Коломойский и другие. Управляют совершенно другие люди. Конечно, он управляет, но отвечает и ставит подписи под документами. Совсем другие люди. И если будут посадки, то они будут конкретно касаться тех, кто принимал решения по поводу тендер, по поводу поставок и так далее. Я думаю, что здесь все будет нормально в плане законности. А остальное я не думаю. Вы знаете, очень много за это время я имел возможности наблюдать, когда говорили, что его обязательно посадят, заберут. Ну, Украина же знает случаи, когда премьер-министров бывших... Даже президентов. И даже президентов, да. Они заочно его, правда, судили, да. Ну, в Южной Корее, например. Нет, мы сейчас... Я говорю прямо про Украину сейчас. Вот у них в их истории есть такие моменты. Не будет этого. Не будет этого. Я вам скажу, что если по такому идти сценарию, то госпожа Тимошенко, которая, насколько нам известно, в прессе писала об этих всяких делах, связанных с поставками газа и так далее, она должна была тоже уже давно находиться в местах не столь отдаленных. Тем не менее, как вы видите, она активно участвует в политической жизни. Я даже скажу больше, когда я иногда знакомлюсь с ее программой, даже с той, которая пошла на президентские выборы. Вы знаете, там есть рациональное зерно, там есть о чем дома. Спасибо. Игорь, как думаете, что будет в отношении Порошенко и его команды? Вы знаете, все зависит от того, если новый президент, избранный президент Украины проведет кое-какие социологические исследования. Не он сам, а для него будут проводить другие. Если эти социологические исследования покажут, что тот электорат, те люди, которые проголосовали за него, видят его приоритетные задачи наказать своих политических оппонентов, то почему бы и нет? Потому что ему сейчас нужно дать народу хлеба и зрелища. Другое он не может давать. На данном этапе он не может. А характера хватит? Характера. Я опять возвращаюсь к тому, что я сказал раньше. Он хороший актер, но такие решения принимаются не президентом, не первым лицом, а его окружением. Все зависит от того, какое он себе изберет окружение. И насколько эти люди будут нацелены на его имидж, на его интересы. Он не работает на чьей-то стороне, на людей, которые не находятся в президентуре, скажем так. И вообще, когда любая партия, любой политик приходит во власть, он обязан, просто обязан, негласно, чтобы никто не взять, чтобы об этом знало общество, провести очень обширные социологические исследования и понять, что конкретно от него ожидают. Потому что любой шаг, который не будет соответствовать ожиданиям электората, может повернуться бумерангом против него. А не будет ли все проще? Помните, был скандал, когда посол Соединенных Штатов передала некий списочек, кого нельзя трогать, по-моему, у прокурора Украины. Не будет ли здесь точно так же господину Зеленскому? Возьмут и передадут некий списочек и скажут, господин президент, этих людей не трогайте. Может такое быть? Можем я два слова? Безусловно. Знаете, Людмила, я думаю, что тут есть еще одна такая закавыка, по которой господина Порошенко могут не тронуть. Ведь сегодня многие говорят о необычайном, как говорится, на постсоветском пространстве событий, выборе на Украине. И не хотелось бы, я думаю, тем, кого сегодня хвалят, что европейские ценности, что люди имели возможность проголосовать, имели свободу выбора и так далее, чтобы она закончилась так тервяльно, что сразу после выборов схватили президента, который проиграл выборы, и посадили в каталажку. Не верю об этом. Не может быть такого. Мне остается вас поблагодарить. Хотела еще обсудить политическое будущее господина Порошенко, но я думаю, у нас с вами будет еще возможность пофантазировать, чем и как все это может для него развиваться, и насколько успешно, а может быть и не успешно. Тема мне показалась достаточно интересной. Благодарю вас за то, что вы пришли, за то, что мы обсуждали эту важную тему, и, конечно, уже в ближайшем будущем мы узнаем, кто из нас был прав. Слава Богу, мы не спорили этот раз, но я, господин Демидетский, сегодня подтвердил, что он готов рассчитаться с вами за этот свой проигрыш. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры создавал DimaTorzok